Отрывок истолкование святого евангелиста Матфея. Никогда не отчаивайся, но всегда надейся и ободряй самого себя. Спеши только скорее ступить на путь, ведущий на небеса, чтобы не заключены были для тебя двери и не загражден вход. Коротко настоящее время, и труд невелик. Но если бы даже он был и велик, то и в таком случае не нужно от него отрекаться. Хотя бы ты не трудился на этом лучшем поприще, поприще покаяния и добродетели, все-таки ты должен трудиться и бедствовать в мире иным образом. Если же и здесь, и там нужно трудиться, то почему же не избрать для себя того труда, который приносит и плоды обильные, награду великую? Впрочем, никак нельзя сравнивать труд для добродетелей и труд для мира. В трудах житейских беспрерывные опасности, беспрестанные потери, обманчивая надежда, великое раболепство, изнеможение души и тела, трата денег, А между тем, плоды наших трудов, даже и в том случае, если они действительно бывают, далеко не соответствуют нашему жданию. Не всегда труды наши в делах житейских приносят плоды. Но положим, что труды наши и не останутся без успеха, но принесут великие плоды. Все же плоды эти будут на короткое время, труды твои вознаграждены будут под старость твою, когда ты совершенно не в силах будешь наслаждаться плодами их. Ты трудишься в цветущих летах, а плоды собираешь и наслаждаешься ими старости. Когда сделаешься дряхлым, когда время притупит чувства твои, а если и не притупит, то мысль о смерти воспрепятствует наслаждению. Напротив, труды добродетелей не таковы. Здесь труды подъемлются в слабом и смертном теле, а награда воздается в теле нетленном, бессмертном, бесконечно пребывающем. Труд предшествует и непродолжителем, а награда после следует и беспредельно, чтобы ты спокойно мог наслаждаться плодами трудов твоих, не опасаясь ничего неприятного. Там не должно страшиться никакой перемены, никакого несчастья, как это бывает здесь. Что это за благо, которое непостоянное, но скоро приходящее, ничтожное, которое исчезает при первом своем появлении, а между тем приобретается с большим трудом? И как они могут сравниться с теми благами, которые неизменяемы, не стареют, не требуют никакого труда и украшают тебя венцами еще во время подвигов твоих? Тот, кто презирает земные блага, уже в том самом находит для себя награду, что он свободен от беспокойства, ненависти, клеветы, коварства, зависти. Тот, кто ведет жизнь непорочную и честную, еще прежде отшествия из настоящей жизни, увенчивается и утешается, освобождается от всякого бесчестия, посмеяния, опасностей, обвинения от всех других зол. Точно так же и все другие виды добродетели здесь еще доставляют нам награду. Итак, чтобы достигнуть настоящих и будущих благ, будем убегать порока и стремиться к добродетели. Таким образом, мы и здесь будем утешаться и будущих удостоимся благ, которых все мы досподобимся, получить благодатью и человеколюбием Господу нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. 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 Спасибо.